Здравствуйте, с вами снова Мистер Снэйк, продолжаем проходить. За прошлое задание мы получили 5400 и микромодуль сжим второго уровня, который уменьшает вес оборудования на 40%. Взяли тут вот еще одно задание, раз нам так подряд два дали, подорговать нечем, задание уже взяли. Тогда летим отбивать систему Белатрикс, больше пока здесь делать нечего. Так, там уже война идет вовсю, черная дыра уже закрылась. Значит, военные уже должны были сами там совсем разобраться. Кстати, кто-то Ригель атакует, это, наверное, люди пытаются, но потерпят они неудачу в скором времени без нас. Никак им не выжить. О, Ургат пошел на таран. Ладно. Так, еще тут штипчик летает. В пиратскую базу никто не атакует. Значит, можно спокойно драться. Так, развлекаемся с этим медленным доминатором. Он нас ни в жизни не догонит, правда, вот он с ракетниц стреляет, но там урон у него мизерный идет. Мы вот точность еще чуть-чуть прокачали, на самом деле, чтобы вот старпед и ракетниц чуть-чуть поменьше урона просто получать. А так, в принципе, можно было максить до конца точность, чтобы был максимальный урон всегда. Ну вот, чтобы меня сильно не косячили, решил я точность чуть-чуть поднять. Ну вот, со штипом, я думаю, там без нас справиться. Там вот что-то много кораблей уже скопилось. Да, вот и все. Так, тут вот две детальки, которые нужно... Вот ведь козлы, ну вот надо было именно две уничтожить. Ладно, тут вот еще две есть, примерно ту же стоимость. Сейчас слетим и отдадим их на научной базе. Вот еще тут ноды захватил. Так, ну все, тут больше поживиться вроде нечем. Полетели туда на атлан. А там еще в ригеле черная дыра открылась. Я вот, кстати, не знаю, Келлер вызвал ли подкрепление, или это просто черная дыра случайная, которая иногда открывается сама по себе, и там в ней можно встретить пиратов. Ну то есть, если из нее Келлер не вылетает, то и в черной дыре будут обитать даже не то, что пираты, а просто какие-то неизвестные цивилизации, потому что там непонятные совершенно корабли, с которыми приходится драться. Вот, и причем, чем больше вы, ну, этих черных дыр летаете, тем больше их там убиваете, тем сложнее в итоге оказывается следующий бой. Ну и на самом деле там, если с Келлером вам покажется бой сложным, то на самом деле, как только максимально достигнет сложность своя в черных дырах, то драться будет намного сложнее, чем даже с самим Келлером. Так что вот, потому что не всегда там даже аптечку получается взять. Ну, об этом мы еще подробнее поговорим, о бонусах, о черных дырах, вообще о стратегии и тактике войны в них, когда, в общем-то, найдем самую первую. Так, ну и есть еще одна фишка, связанная с уникальным артефактом дроид-младший, который работает точно так же, как и обычный дроид, но при этом чинит вас даже в гипере. Так что, если я найду этот артефакт, то обязательно его буду использовать в этих черных дырах. Так вот, я тут загрузился, потому что корабль, который я должен был охранять, мне снесли, и сейчас я смотрю, где он, но, к сожалению, спасти я его уже не успею, поэтому просто забил на этом. Решил тут Сафроне еще помочь, но на самом деле бессмысленно, надо сначала сконцентрироваться на одном секторе. Так, вот Корсар Террор, ну давайте, чтобы пираты сильно не наглели, поможем под вынесем одного из пиратов. Так, ну этого ему должно хватить, его там расстреливали и без нас. Так, посмотрим, что из него выпало, минеральчики и два дешевых оборудования. Ну, минералы давайте подберем. И столкнем их сейчас где-нибудь в системе ДНЭП, я думаю, потому что, возможно, там нам дадут какое-то задание, тем более, что здесь теперь на одну планету меньше, так как мы испортили отношения с одной из планет Атлана. Так что теперь придется туда платить деньги. Ну, либо убивать много доминаторов, тогда к вам отношение само по себе повысится. Но это очень долго, проще деньги им заплатить, тем более, что их очень много. Так, ну и начнем исследовать планеты подряд, начнем с Халгалы, посмотрим, что там люди думают о сложившейся ситуации в галактике. Да, люди, как всегда, ничем помочь не могут. Тут техника в Белатриксе, наверное, имеет смысл тогда туда слетать. Ладно, полетели, что. Заодно сохраним всю инфу при помощи нашего уникального радара, который, кстати говоря, в центре системы глядит практически до всех планет. Ну, там, может быть, самые-самые крайние доставать не будет. Вообще, на самом деле, заселенные планеты с самого вот края, они редко появляются, но хотя такие и есть. И вот до них наш радар, возможно, доставать не будет. Так, скинем здесь все наши ракетометы, чтобы была возможность поторговать. Так, минеральчики продадим. Захват, наверное, тоже оставим. И вот здесь вот я посмотрел, что очень дешевые продукты. Поэтому давайте сначала продуктами займемся, тем более их здесь очень-очень много. И денег у нас тоже дофига, поэтому давайте чуть-чуть похомячим. Ну, а конкретно скупим все продукты и начнем их потихоньку сталкивать. На самом деле, поднимем таким образом мы дофига бабла. Но не думаю, что удастся прямо сейчас все продать. Можно, конечно, но времени на это много уйдет, так что больше половины, я думаю, останется. И через пару лет можно будет даже на этой планете их продать всем по гораздо большей цене. Так что вот если у вас есть такая возможность, много денег и много какой-то дешевой продукции, потому что роскошью так не очень выгодно торговать. Да хотя, в принципе, по-моему, без разницы, потому что у роскоши разброс цен большой, там потом будет еще больше разброс цен. Так что можно и роскошью точно так же запастись, но и денег вам, соответственно, будет. Нужно очень-очень много. Так, все, скинули все деньги. Кстати, вот не торопитесь скидывать прям деньги до конца, потому что если вы забыли заправиться, то вам потом грузиться неизвестно откуда придется и повторять эту всю операцию. Так, ну благо вот здесь есть место, где сразу можно продать продукты. У нас снова 10 тысяч, и в принципе, можно спокойно летать, получать снова задания, ну и остальные продукты уже продавать чуть позже. Но я вот решаю заняться этим сейчас, потому что, хотя нет, доминаторы напали опять на Белатрикс. И, наверное, все-таки придется слетать туда, помочь им, если они сами не справятся. Вот что, в принципе, я и собираюсь сделать. Закидываю все ракетницы и взлетаю. Ну так получилось, в общем-то, что помощь там не нужна, поэтому ракетницы я все скинул обратно. Это я вырезал, чтобы по 10 раз не показывать, как я скидываю оборудование туда-сюда. И летим вот на эту планету, на Эмьянт. Там тоже можно будет подороже продать нашу продукцию. Так, делаем третий рейд. Ну в это время можно было и, конечно, на Чангус летать, потому что там уже наши зонды все обыскали. Но решил вот я вот торговлей чуть заняться. Кстати, я там видел очень дорогие и хорошие корпусы. Я вот на это внимание не обратил ваше. Но был там очень дорогой корпус за 70 с чем-то тысяч. Точно такой же, как у меня, только немного больше у него объем. Вот. Поэтому, конечно, имело бы смысл его купить. Но для этого нужен хотя бы запас в 1120. И вот неплохо было сейчас этот запас бы мне сделать по деньгам. Так что вот пытаюсь как можно быстрее взять этот дорогой корпус. А ну, может быть, потом что-нибудь получше выйдет. То есть не обязательно тянуться за такими корпусами. Они потом даже дешевле должны становиться. Ну, либо их аналоги более дешевые должны появляться. Так вот здесь полетел немного не туда. Здесь уже все планеты, в общем-то, имеют достаточно продукции. Так что придется слетать в другую систему. Иначе себе в убыток продавать придется. Так, проверяем все планеты здесь. Так, ну это дешево слишком. Я напоминаю, мы за 35 покупали продукцию. Ну, полетим просто в центр системы. Так, здесь что? Здесь точно такая же цена. Не имеет смысла торговать. Так, ну и на Эндероне еще дешевле. Так, мы придется додавать вам лететь. С потерянным временем. Ну, ладно. Кстати, вот нам позволяет наш баг летать из системы в систему без дозаправки. Такой вот треугольничек делать спокойно. Это на самом деле очень хорошо. И в будущем, возможно, даже не раз пригодится. Так, посмотрим. Вот здесь нормальная цена на центре рейнджеров. Здесь всегда продуктов не хватает. Да здесь на самом деле всего не хватает. Так что всегда можно в случае чего скинуть товары. О, еще и на ДНР напали. Что-то, кстати, быстро атакуют доминаторы. Прям в конец обнаглели. И, наверное, пора бы уже келлером заняться. При случае поищу потоковые бластеры. Более легкие. Так, на Астроне мы оставили нашу продукцию. А и наши пушки. Потому что, возможно, придется ДНР тоже отбивать. Но, правда, здесь, опять же, нападения совсем никакое. Ну, давайте с Эквентором поможем. Все-таки опыт лишним не будет. Тем более, что мы давно не стреляли по доминаторам. И опыт у нас застоялся. Только на планетарных битвах мы его зарабатываем. Ну, а там не очень много мы его получаем. Так, освобождать систему получите больше опыта, чем, в общем-то, за несколько наземных битв. Ну, я примерно говорю. То есть, должно быть так, по идее. Так, ну и все. Этого должно хватить, да. Надеюсь, что наша ракета это все добила. Эквентором. Детальки с него подобрать не удается. Потому что я, конечно же, захват свой забыл. Но они, в принципе, не очень дорогие были. Иначе бы я загрузился. Так, вот он захватывал. Внизу оказался. Так, ну их не уничтожили. Поэтому давайте хотя бы одну подберем. Все-таки, чтобы эти ученые не бездельничали в конец. Ну и теперь заберем наши продукты, чтобы зря не лететь в систему Атлан. Здания нам не дают. Еще раз разговариваю с правительством. Говорят, что у них там завалялись медикаменты. Но я не буду ими пока торговать. Пока есть чем. Так, скидываем все наши пушки. Забираем отсюда продукты. Кстати, вот можете заметить, комплектация вот там вот сверху. 1, 2, 3. То есть вы можете ее использовать. На самом деле полезная штука. Но правда, когда у вас корпуса слишком большие. И у вас много места. И дополнительное какое-то оборудование у вас лежит. Которое нужно быстренько поменять. Ну, например, поменять двигатель, бак там на какой-нибудь другой. Так что вот комплектацию. Очень удобно это бывает использовать, чтобы вот ручную не переносить вещи. Так. Посмотрим, где приемлемая цена на продукты. В центре рейнджеров уже не особо. На медицинском центре приемлемо, но не очень. Хотелось бы побольше. Вот на уме примерно нормальная цена. Но с ним у нас испорченные отношения, насколько я помню. Поэтому садимся на Эппентаг. Так. Здесь вот тоже 51. Взлетаем отсюда. И летим на научку скинуть нашу последнюю деталь. Так. Ну, видимо, доминаторы успокоились чуть-чуть. Это хорошо. Потому что все равно их уже... Атаки получаются совершенно бессмысленными. Так. Тут еще и минеральчики были. Оказывается. Ну и скидываем нашу последнюю деталь. Даже не думаю. Блазероидный отдел. Совсем быстро ученые расходуют материал. И прокормить их практически нереально. Так. Ну, что можно еще сделать? Между битвами с доминаторами. Слетаем в ДНП. Посмотрим, что есть там. Вообще, конечно же, уже хотелось бы, чтобы как-нибудь военные активизировались и полетели все-таки нормальным нападением куда-нибудь в Агхар. Вот здесь такая неприятность случилась. Я потерялась буквально три дня из-за бага с программой. Так что, вот, смотрите внимательно. Я просто долетел до планеты. Ну и сейчас я собираюсь взять задание. Там будет надземная битва. Я ее беру. Ну и на этом сейчас заканчивается. До новых встреч. Удачи. Надеюсь, еще увидимся.